Школу, её написал замечательный мастер Михаил Эфрасович Бургаков, и эта книга «Мастер и Маргарита». Я проходила её в школе, я там ничего не поняла. Я сидела на уроке литературы, до он, до плен, скорее бы это закончилось. И когда я сама уже подготовлена пришла к этой книге, в мои 36 лет, я начала её читать, и она меня испугала. В самом начале, когда я дошла от этой четверщины, я испугалась, что не хочу. Хочу что-то такое, весёленькое, радостное для жизни. Но потом, как обычно, бытовые дела, семья, бизнес, и я понимаю, что книга меня держит, она меня не отпускает. Я постоянно думала о том, что я её хочу дочитать, мне её надо дочитать, мне интересно, что там дальше будет. И случилось так, что я постыла, я заболела. И что люди в это время делают? Конечно же, отдыхают на кроватке, на подушечке, в халатике. Я поняла, вот это то время, когда я буду её читать. Не знаю, мистика это или нет, но вот по-другому я её просто бы не прочитала, она меня потому что путала со всем другим. И сейчас, когда пустыло всё, я погрузилась просто, я утонула в этой книге. Потому что события, которые происходили там, они меня представили из времён Иисуса, в настоящее время, когда современник писал им. Также я перекладывала события на свою жизнь, что сейчас у меня происходит. И особенно поразил момент, когда Воланд со своими помощниками чудил в цирке. И как люди потом вообще переживали то, что их засыпали деньгами, а на следующий день это остался мусор. Здесь я подумала, что в нашей жизни то же самое происходит. Ну просто так, ничего не бывает. И в течение книги я много себя ловила на этой мысли. И да, эта книга написана про любовь. Там много мистики. Но она меня вдохновила на то, чтобы остановиться и подумать, что я сейчас делаю не так. А может что-то поменять. Поэтому я вам очень советую прочитать эту книгу. Она очень глубокая. Это классика. Это такая классная классика, что я сейчас разговариваю, у меня аж прямо мурашки. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.